Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали. Сегодня у нас видео по очередному обновлению в Star Stabon Online. Посмотрим, что же нам добавили в этом обновлении, какую лошадь собираются убирать, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и... Поехали! Начнем мы с ярмарки Фердинанда, ведь именно здесь располагается та самая лошадь, которую вскоре уберут, а точнее, примерно через месяц. До 12 октября у вас есть последняя возможность приобрести Мураба поколения 1.5. Стоит каждая лошадка 295 старкоинцев. Их 4 масти, все довольно симпатичные, так что если вам какая-то из этих лошадок нравилась и вы даже не подозревали, что эта порода называется Мураб, хотя и начальной модельки, есть последняя возможность, последний месяц, чтобы приобрести данных красавцев к себе в конюшню. У меня лично на основном аккаунте уже есть вот такой вот любимчик, напоминающий старую мою лошадь. Ну а на аккаунтах, которые сохраняют старых лошадок по максимуму, будут отправлены все эти бедные лошадки, которых скоро уберут. Так что вот такие вот новости. Не забудьте до 12 октября. Следующая часть обновления будет не так далеко, а всего лишь в глобальном магазине. Нам добавили 6 расцветок недоустков, которые мы сейчас с вами посмотрим, только поменяю лошадь. Это розовый, коричневый, желтый, синий, зелененький и беленькие недоустки, а точнее нейлоновые недоустки. Они отличаются тем, что у них есть вот такие вот кожи или кожзамовые кусочки, которые не позволяли бы материалу растираться, я не знаю, рваться. Они очень симпатичных оттенков, но мне, к сожалению, не понравились. Стоят они 70 старкуинцев или 7000 шиллинга юрвика. Так что если какая-то из этих расцветок вам понравилась, вы знаете, за сколько ее покупать. Также нам добавили продолжение сюжета в форте Марии, а точнее это некий переход к Хэллоуину. Миссис Холтсворт нашла дневник наездника Томпсона, а точнее зовет нас помочь с его поисками, чтобы же узнать историю данного наездника. И это очень классно, потому что скоро Хэллоуин. И данная сюжетка является плавным переходом к этому шикарному, темному, но мрачному празднику. Следующая часть обновления, почему-то на Ранчо Старщайны, подумайте вы. А я скажу вам почему. Если вы часто катаетесь среди лошадок на ферме Стивит, то можете заметить, нам переместили Аполлузу, а также переделали расположение Квотерхорсов. Для чего это сделано? Чтобы в будущем в каждую из этих ячеек поставить новую породу, связанную с вестерном. Почему же именно связанную с вестерном? Потому что при сегодняшнем перемещении Аполлуз разработчики указали причину. Потому что эта лошадка скучает на ферме Стива, а так как она тесно связана и ассоциируется с Диким Западом, было решено переместить ее именно сюда. Так что теперь, если вы хотите посмотреть все масти данной породы, нужно подойти, к примеру, к Квотерхорсу, нажать на него, и здесь полным списком вы увидите все существующие масти, которые теперь располагаются не по всему Юрвику, а здесь, внутри вот этой модельки. К сожалению, мне не нравится такой принцип расстановки, он не дает разнообразию. Если раньше нужно было ехать в разные места, чтобы купить нужную тебе масть лошади, это было каким-то запоминающимся событием, что ой, я эту лошадь купил в разных локациях, одну тут, одну там, и была какая-то привязка к ее покупке, то теперь нужно просто запоминать, какая порода где стоит, и все ее масти находятся ровно в том же самом месте, кроме мастей из приложения. А те, что стоят, кстати, в Форт Пинта, они дублируются сюда, к примеру, ну вот, к примеру, кроме Галактики. Галактика все-таки считается отдельной почему-то породой, а не Аполлузой, а все остальные же масти для первых уровней так находятся и в Форт Пинта, и в своей родной локации. А также последнее улучшение, все мы обожаем новые выездковые вольтрапы и седла, и мечтаем поскорее ходить на всех наших лошадок. Но возможность пока такая только-только вводится, и теперь мы можем одеть эти вольтрапы. Мы можем одеть данную амуницию теперь на Пейнт Хорса, на Аполлузу, а также на Першерона, так что список пород увеличивается. Надеюсь, в следующий раз нам уже дадут возможность одевать данную амуницию на фризов. Также на днях началось бета-тестирование, и куча участников начало вести стримы, выкладывать видео о том, что же там происходило. Ну а я устроила только стрим-обсуждение этого события, что же там было. Мы посмотрели с ребятами много скриншотиков, кучу всего прообсуждали. Ну а также было обсуждение большого количества нахлынувших на нас спойлеров. Так что иди переходи на предыдущий стрим до этого видео, если тебе все это интересно. А на этом все по этому обновлению. На следующей неделе же нам привезут 7 новых мастей, уже известных нам пород. Об этом мы тоже говорили на стриме, так что если не можешь ждать до среды, иди и просматривай стрим. Он недолгий. Так что на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ну, мне очень, если честно, нравятся спойлеры. Советую посмотреть. Субтитры подогнал «Симон»!